А за час до трагедии жители вызывали наряд полиции. В ночь с субботы на воскресенье рядом с одним из увеселительных заведений произошла трагедия. От полученного удара скончался 19-летний парень. Местные жители на протяжении ряда лет добиваются закрытия ночного заведения, приносящего им неудобства. Однако на их жалобы не реагируют. Ирина Вовещевич с подробностями. Они ночью приехали, сотрудники полиции, они как бы отреагировали, сразу этого задержали. И ленточки они вместо происшествия огородили. Кровь была вот где-то здесь. Если там удар был или драка, где-то здесь. Но вот человек здесь лежал, видать, пока скорую ждали. И потом вот здесь, потом утром замыли. Трагедия произошла в ночь на воскресенье примерно в 2.30. Мужчины вышли разбираться на улицу. И, как сообщили в департаменте полиции, в ходе конфликта 24-летний нанес 19-летнему парню один удар кулаком по лицу. Последний до приезда скорый скончался на месте. Булат Ахметов рассказывает, что за час до трагедии вызывал наряд полиции, так как разборки начались не в один момент. А это видео соседи сняли уже после трагедии. Но они тогда не знали о последствиях. Каждый день, каждые выходные – это для нас ад, шум, гам, драки. Сегодня, видимо, что-то серьезное случилось. Плачут, кричат. Вот стоит там, моргает скорая. Скорая ли там? В полицию подъехала. Когда это закроют, это бесполезно. Кому-то к кому обращались. Дело в том, что не один год подряд жители жалуются на арестовар, расположенный в коробке жилого массива. Порой за ночь приходится по нескольку раз вызывать полицию. Но тишины не наступает. Невозможно спокойно лечь спать. Их музыка нам мешает постоянно. У них гости расходятся от двух до четырех ночи. После этого начинаются у них тут громкие скандалы, разборки, разъезды, мат, крик. Наряды полиции. Приедут они, уедут. Полчаса, десять минут они отъехали, и уже все это заново начинается. Пишем заявление, пишем участковому, писали в Акимат, писали, даже обращались к президенту, канцелярия президента. Ну, мы получаем сплошные отписки. Арестовар появился с 2019 года. С тех пор написано масса обращений, зафиксированы десятки фактов, драк и шумных разборок посреди ночи. Но именно этому заведению все сходит с рук. Дома просыпаемся сразу, даже сигнализация в машине срабатывает. После четырех выходит, и тут уже драки начинаются. Абсолютно драки. Толпа на толпу. Я когда вызываю полицию, я говорю, одна полиция, одна экипаж не справится. Пришлите, говорит, три. Он говорит, вы, говорит, нам не указывайте. Этот молодежь безумный стекла разбивает в машинах. Это, как его, зеркало выворачивает. Ну, драки такой. Девчонок таскали по волосам здесь, волокли там. Это каждый день. Это просто не убивает, но калечит постоянно. Девчонок таскали, прям за ноги я видел. Даже у меня видео есть. Ну, полиция звонит, полиция пофиг. Ну, вот от полиции обращаемся. Они, говорят, мы сказали, давай пойдем лучше к этому генералу. Говорят, ну, они умоляют, генерал не ходите, он вам ничего не сделает. Вот так вот. Сосед, шахтер, он отсюда съехал. Уже невозможно спать ему после смены. Жители от безнадежности, извини, ситуацию, продают квартиры. Заведения тут повсюду. Но только в этом дозволено работать официально до 4 часов, выходные и в будни и до 2 ночи. Когда все нормальные заведения закрываются, он начинает только работать. Потому что со всего города сюда стекается молодежь, которая не допила в других заведениях, не догуляла. Здесь все возможно. Трагедия, связанная с этим местом, не первая, говорят местные жители. Два года назад тоже было случай убийства. И вот это второй случай. А кто то за случай был? Не знаю, пока мы в подробности все это закрыли, все это тихо было. Это получилось, что вот сейчас это дали огласку. А до этого все тихо. Заведение разрешили некогда построить во дворе, как баню. Она просуществовала некоторое время и никому не мешала. Затем благополучно, как это бывает, изменили целевое назначение и расширились. Население задается вопросом, сколько еще должно быть покалеченных и смертей, чтобы были приняты меры. По сведениям полицейских, по последнему факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отмечают, что к раскрытию преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции, которые задержали подозреваемого.